Всем добрый день! Это проект Редколлегии Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Кира Деревцова. Мы журналисты Читару и сегодня мы хотим поговорить о наводнении, которое случилось в Чите на минувших выходных и до сих пор, по-моему, еще не закончилось. Это второе крупное наводнение за последние 4 года, предыдущее, которое все, наверное, запомнили, это наводнение 2018 года, которое произошло еще в бытность губернатором Натальи Ждановой, как-то так у нее это в голове отмеряется, которое было действительно разрушительным, затронуло не только Читу, по-моему, но и районы края, но в Чите это больше всего запомнилось, потому что в Чите оно было по-настоящему разрушительным и залило десятки кооперативов дачных, так их, наверное, правильно называть, да, привело к обрушению в итоге моста, который, Романовский мост, он правильно называется, наверное, идет от кольца, которое на школе 17, к кольцу, которое на Каштаке, вот, но и вскрыло некоторые недоработки, наверное, региональных муниципальных властей, в 2018 году это было наиболее, наверное, заметно, все это наводнение, я думаю, помнят, все его сравнивали с наводнением начала 90-х годов, когда, как говорят, диспетчерская плавала там по пояс в воде, вот, в 2018 году, конечно, диспетчерская по пояс в воде не плавала, в том числе, наверное, потому что какие-то береговоукрепительные работы власти региона провели в нулевых и начале десятых годов, ну, очевидно, что напор воды так или иначе сдерживает дамба, которая была построена в бытности, опять же, если мы вспоминаем губернаторов, губернатор Рейли Генеатулина, вот, ну и после 2018 года, с моей точки зрения, Кира меня может поправить, какие-то выводы, наверное, все-таки были сделаны, и, возможно, поэтому, хотя, наверное, еще рано делать выводы, наводнение 2022 года было менее разрушительным, хотя по такой якорной какой-то точке по наблюдению за мостом на Комсомольской казалось, что вода била ему в борт точно так же, как 4 года назад. Мы, безусловно, очень предметно освещали сам ход роста воды и его последствий, делали это совершенно осмысленно, как мы всегда это делаем, и я думаю, что Читару, ну, я не буду говорить за все СМИ в регионе, но, наверное, мы постарались сделать это, постарались, по крайней мере, сделать это лучше всех, у нас был поток информации на сайте, в социальных сетях, в телеграм-канале, и нам в этой работе очень сильно помогали сами люди, которые включились в этот процесс, у нас было очень много информации со всего города, и Кира была ключевым, наверное, журналистом в этой истории, Кира меня тоже, опять же, здесь поправит, если я правильно или неправильно оценирую роль, мне казалось, что ты пыталась взглянуть сверху на всю эту ситуацию, что вообще в целом происходит в городе и в его окрестностях в связи с подъемом Читинки, то есть ты так немножечко металась по всей протяженности реки Чита. Вот, Кира была занята в этой работе с пятницы, ну, наверное, по ночный понедельник практически, да? Ну, нет, в воскресенье вечером я уже сдалась. Выдохнула, да, и в воскресенье вечером, но, честно говоря, уже, мне кажется, вечером, где-то, наверное, в субботу, и уж тем более утром в воскресенье было понятно, что уровень воды начал падать, и, наверное, все немножечко выдохнули. Да, уровень воды начал падать, но я еще все-таки поправлю тебя чуть-чуть про редакцию. Понятное дело, что работали все очень плотно, у нас же по-разному распределяются роли, кто-то дежурит на ленте, кто-то идет в поля, и очень много журналистов совмещали, то есть много информации принес Егор Захаров, он вообще вдоль и поперек объездил шубку. На велосипеде, по-моему, да. И, в принципе, у нас вся редакция была в городе, просто, да, мы с Олегом как свободные... Олег Федоров, наш фотограф. Да, как свободные... От ленты. От ленты, в том числе журналисты, могли ездить как-то больше, больше охватить территорию. Ну, еще мы немножко сумасшедшие. Да, в хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова. И, конечно, мы пережили вот этот подъем воды. То есть, когда 29-го числа уровень начал резко подниматься, вот практически вместе с ним мы и объезжали всю территорию Читы, заезжали еще в район уже на следующий день, 30-го числа, и как-то действительно пытались охватить картинку целиком, понять, куда разливается вообще вода, что она заливает. То есть, понятно было, что это примерно такая же картинка, как в 18-м году. Может быть, чуть менее такая... Страшная. Разрушительная, страшная, да. Но, опять же, я вот сейчас начала готовить текст по итогам вот этого наводнения 22-го года. У нас был журналист замечательный, Валя Буловко. Он писал там разбор наводнения 2018-го года. И там в этом разборе есть цифры, которые у меня в голове немножко не бьются. Там в то наводнение пострадавшими были признаны 570 домов и строений. В этом году это 800 плюс 1773 дачных участка. Может, критерии изменились? Возможно, изменились критерии. Скорее всего, тогда это та цифра, которая была в документе, который был выпущен во время уже объявленного чрезвычайного положения. И, то есть, это были очерчены границы вот этой чрезвычайной ситуации. Возможно, это были какие-то дома, которые входили в какой-то список, по которому положена компенсация. Может быть, из этого не исходили. Но пока я вот какой-то общей подбитой статистике, сколько всё-таки было подтоплено участков, не нашла. И как будто бы они похожи, ну в чём-то. А, допустим, трассу Амур, конечно, в этом году подтопило меньше, чем в 2018. Это очевидно. С другой стороны, так же, как и остров, так же, как и шубзаводскую, и лозо. То есть, там вода дошла вот до 20-х домов, и дальше уже не пошла к девятиэтажкам, например, как это было в 2018. Но, с другой стороны, дачные кооперативы примерно плюс-минус пострадали. В том числе в районе Амура. Да, в том числе в районе Амура по ощущениям пострадали плюс-минус так же. И, видимо, какие-то последствия 2018 года не были учтены как раз в районе этой трассы, возможно. Потому что по набережной и вот в районе острова как будто бы всё было чуть-чуть лучше. Но, опять же, не факт, что это связано с какой-то организацией. Почему? Потому что я не была в 2018 году здесь, в часе меня не было, но я почитала ленту, посмотрела видео. То есть, это было достаточно продолжительное время сильных, обильных дождей. И кто знает, если бы сейчас были те же обильные дожди, что бы у нас вообще здесь было? Там было немножко, знаешь, как по-другому. Там, я помню это время, утром идёт дождь, вечером жара. Утром дождь, вечером жара. Утром дождь, вечером жара. И так месяц или полтора, например. И потом эта вода копится, видимо, копилась, 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 в том числе и в Верховьях. И потом она просто пошла валом вниз. А в этом году это не так немножко выглядит. То есть, это какой-то достаточно короткий промежуток времени, когда дождей много. Но нет вот такого, что каждый день вот это вот. Потому что там мы прямо месяц или полтора в этом жили. И одна из особенностей ещё наводнения 2018 года, что насыщенная влага и почва давала чуть ли не сель. Когда на федеральной трассе Хабаровской сошёл сель и дорогу смыла, она просто слезла на высокогорье. То есть, в этом году до этого не дошло. И я не специалист просто, но я могу предположить, что почва не настолько насыщена влагой, как она была насыщена в 2018 году. Да, там плюс ещё была какая-то история с грунтовыми водами. Я, если честно, пока ещё не разобралась вот настолько сильно. Но тогда прямо эта красная линия проходила через всю эту историю с наводнением. Потому что очень многие люди прям писали, что почему вы пишете только про разлив рек, тут вообще-то наступят грунтовые воды, они не уходят. И они не ушли, кстати, после того, как основной вот этот поток наводнения завершился и уровень воды спал. То есть, люди какое-то продолжительное время ещё писали, что вообще-то мы тут в воде стоим, вот у нас какая-то проблема с грунтовыми водами. В этом году пока ещё ничего не понятно, потому что эта же история вот только закончилась. И, по сути, вот 31 число и 1 сегодня – это ликвидация каких-то последствий, подсчёт, ущерба и вообще какой-то путь к пониманию, а насколько это всё действительно масштабно по сравнению с 2018 годом или нет, или это вообще какая-то другая история. То есть, в этом надо, конечно, разобраться. Какие у тебя ощущения от того, как работали на месте оперативные службы? Ты их везде видела, и на трассе Амур, я полагаю, и на острове, и на набережной. Как это всё с твоей стороны выглядело? У меня очень двоякое впечатление. Я разговаривала, конечно, с людьми, которые были свидетелями наводнения 2018 года, и многие говорят о том, что действительно работа в этом году организована лучше. Говорят волонтёры, говорят наши коллеги, говорят местные жители на определённых улицах. Но, опять же, местами встречались какие-то очень странные случаи. Вот Олег у себя описывал. Я понимаю, что это какие-то единичные, наверное, случаи, по которым сложно и, может быть, и не нужно судить. Но где-то, где мы приезжали, просто машина МЧС могла стоять три часа на одном том же месте. Мы непонятно вообще, чего не делали. Но мы же не знаем, как у них всё организовано. И это тоже, кстати, наша такая задумка в этом во всём разобраться, как вообще это всё работает. Потому что есть какие-то протоколы, очевидно, КЧС их как-то определяет, комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но и встречались люди, которые говорили, вот, всё так же, как в 2018 году, да сколько можно? Ничего, никто. Мы сами отсыпаем, мы сами оплачиваем КАМАЗы, везём грунт. Почему нам никто не может помочь? Ну вот, и как-то у меня нету... У меня не было в 2018 году, поэтому я не могу сказать, лучше не лучше. Мне кажется, отработали, ну, плюс-минус хорошо, правда. Допустим, я видела, как спасали улицу Пугачёва у кафе у берега, у кафе Чтинки. И получается, шубзаводскую Лозо у берега. То есть две стороны Чтинки, два кафе. И вот Олег там описывал, как там в моментного дня не играла музыка, были такие пьяненькие мужчины и женщины. И в это время спасали вот эти улицы. И их действительно спасали. Там прям было видно, это чувствовалось. Другой вопрос, как? Ну, то есть нам, мне кажется, нам, как журналистам, может быть, как наблюдателям, достаточно сложно сделать какие-то адекватные вот этой ситуации, выводы. То есть мы видели дамбы на шубзаводской. У нас они, как обыватели, вызывали очень много вопросов. То есть это были дамбы, ну, вот примерно вот... Ну, это просто насыпанные горки песка там, да. Насыпанные горки песка. Естественно, их всех съела вода просто, когда она туда пришла. Нужны они были там или не нужны, или какой-то напрасный труд. Может, нужно было в это время делать что-то другое. Тоже непонятно. Ну, то есть я видела службу везде, где бы мы ни ездили. И даже на Каштаке, в СНТ, ДНТ. Наверное, единственные места, где мы не смогли отследить, насколько плотно работали службы, это ДНТ Молоковка. Мы туда просто не добрались уже к 31 числу. Мы там были 29-го, всё было хорошо. Вот. И 30-го, 31-го до них дошла вода. Мы не были, не смогли физически добраться до Шишкино острова. Там прям тоже жёсткая была история. И вот по СНТшкам и ДНТ я не могу сказать, насколько там это всё было. В Каштаке как бы, ну, работали, да. Ну, я могу. У меня какие-то обрывочные воспоминания, потому что я, ну, вчистую журналистом не работал в 2018 году. И вчистую не работал журналистом в этом году. Но мне показалось, у меня вот схожие мысли с добровольцами, что в этом году сумбура поменьше. Вот. И это сказывается, ну, вот мы обсуждали же с тобой, в частности, историю с набережной, что её в 2018 году залило там водой по колено. А я туда не мог проехать на машине и пешком там шёл по бордюрам. Вот. А в этом году она сухая практически была. И это, по-моему, связано с оперативностью работы с самой конструкцией дамбы. То есть там вовремя что-то перекрыли и засыпали песком, вот где отворот идёт в сторону пожарки. Вот. И как будто бы в этом году уже чуть более опытные власти города, вот, которые понахватались опыта, набрались его, примерно понимают, что происходит, как-то могут оперировать какими-то резервами, представляют, как с этим работать. В 2018 году городская власть оказалась, по крайней мере, я, опять же, далёк от мысли о том, чтобы делать какие-то широкие оценки, давать широкие оценки, как будто бы власть была растеряна тогда. Да, это чувствуется и потому, какие материалы выходили. Во-первых, тогда в городе не было основных людей, которых ждали, это Михалёв и Кузнецов. Тогда не очень внятная была позиция Натальи Ждановой по каким-то вопросам, она давала тоже какие-то очень пространные комментарии. В этом году всё было, конечно, иначе. Меня отдельно восхитили главы районов, я честно скажу. Вот я считаю, что главы районов всех, которые столкнулись с подтоплениями, отработали очень хорошо. Мы точно знаем, что они были на местах с утра до вечера, что они понимали, что нужно делать, как нужно делать, какие ресурсы нужно аккумулировать. И в целом у меня даже, если честно, нет вопросов, например, к Александру Запожникову, потому что, невзирая на какие-то редкие комментарии местных жителей о том, что он просто ходил там и селфился, Это не так, конечно. Это не так. Он всё равно саккумулировал какие-то ресурсы, и более того, он мог, во всяком случае, он нам точно озвучивал, что куда они перекидывают, какую технику. То есть он сто процентов был включён в этот процесс. И мне со стороны показалось, что всё здорово, просто это же стихия, её невозможно всю взять под контроль. Не знаю. Но это не значит, что чьи-то претензии несправедливы. Естественно. То есть если мы каждый, ну не каждый год, а какое-то определённое время, там же есть у наводнений своя цикличность. Если мы знаем, что так или иначе к нам приходят наводнения, ну то есть по идее должна быть какая-то с каждым годом всё более точная схема, тем более если мы знаем, что это одни и те же районы каждый раз. И если мы знаем, что в этих районах проблема как-то принципиально к новому наводнению не решена, то логично, конечно, как-то менять, может, свою тактику. Ну да, это как бы редколлегия не... Ну, по крайней мере, пока мы ещё не напитались информацией, не вернулись к той информации, которая у нас уже была, но совершенно очевидно, что то, что ты говоришь, не всегда делается. В частности, в 2018 году много говорилось о том, что мы просто не представляем, что происходит вообще в верховьях Четинки, как влияет на состояние природы вырубленные леса, куда делись вообще все эти гидропосты, которые позакрывали все, потому что они были не нужны. И сейчас, на самом деле, если уж по-хорошему, то неплохо бы разобраться, а что-то изменилось после 2018 года? Добавилось ли у властей понимание происходящего? И больше ли у них стало инструментов для того, чтобы предсказать такой поводок? Это раз. Во-вторых, ещё важно понять, исполнены ли все те обещания и идеи, которые были у властей на тот момент. Потому что вот уже сейчас я бегла по ленте, собираю фактуру для текста, чтобы сравнить два года. И я вижу, что там прям локально собирались углублять русло, рек, в том числе трассы Амур. Но где-то углубляли. Ну, где-то местами углубляли. Ну, то есть надо бы, конечно, это всё отслеживать. И, может быть, властям об этом тоже надо активнее рассказывать, чтобы у нас у всех была чёткая картинка, что изменилось и что поменяется в будущем. Этого не хватает, правда. Потому что у многих людей, мне кажется, ещё вот такие негативные комментарии по отношению к властям, у них уже просто, ну, не знаю, как правильно сказать, по привычке. Но власть — это всегда громоотвод. Да, да, да. То есть на тебя, когда катится куча воды и топит твой дом там по крышу, но на кого-то нужно вылететь эмоции. Да, конечно. Поэтому тут надо, конечно, разбираться. Мне кажется, что 22-й год нам даёт ещё один пинок, чтобы мы наконец-то, мы как СМИ разобрались с этой темой раз и навсегда и вообще поняли, что происходит в городе. Ну и, может быть, где-то подстегнули власти к тому, чтобы наконец-то решать все эти вопросы. Ну и здесь удобно сравнивать. То есть, во-первых, короткий промежуток времени с одной стороны, а с другой стороны легко отследить, что собирались делать, что в итоге сделали и какие ошибки, возможно, локальные там до сих пор остаются, а какие глобальные. То есть мы же леса там обратно не высадим в Верховьях, Четинки. Ну вот, и, может быть, не обязательно прямо сейчас идти строить дамбу на острове в районе Лозоя-Шубзаводской, где каждое наводнение люди просто, не знаю, уже стянают и кричат нам из окон, пожалуйста, пишите, может быть, вы что-то поменяете. Может быть, есть смысл как-то, ну, просто, там, не знаю, сезонно отсыпать что-то, как-то подготавливать. Ну, пока нет, например, денег на какие-то глобальные перемены. Может быть, в этом секрет успеха нашего. Может быть, но мы до конца еще, на самом деле, не разобрались и будем с этим, безусловно, разбираться, потому что история с дамбой, которая заканчивается на острове, по-моему, да, и которая вроде бы там, ну, напрашивается обывательский вывод, что, а что ее не дотянули до устья, там, да, реки, он такой для нас пока немножечко открытый, но не факт, что он для чиновников открытый, может, они точно знают, что делать. Вот, и мы будем с этим разбираться. У нас будут сегодня даже, я надеюсь, в ленте какие-то комментарии от людей, которые имеют к этому какое-то отношение, но совершенно очевидно, что вот дамба, которая существует, она ситуацию скорректировала и в 2018 году хоть в какой-то мере, и в 2022 году, что без этой дамбы было бы все гораздо, пригораздо хуже, и, скорее всего, та же самая диспетчерская плавала бы в воде. То есть, нельзя сказать, что никто ничего там не делал до 2018 года и после 2018 года. А глобальная история, которая связана с вырубкой лесов и с увеличением там объема воды где-то наверху, но это, наверное, не к муниципалам вопросы в широком смысле слова. Но, тем не менее, мы тоже можем здесь, наверное, немножечко эмоционально оценить работу муниципалов. Кира вот это сделала. Я тоже хочу отметить, мы редко тут хвалим муниципальных руководителей, но вот прямо на наводнении было видно, что даже если люди там где-то, может быть, в чем-то там ошибаются, но уж точно они в этой работе, полностью этой работе отдаются. С утра до ночи бегают по этим точкам и пытаются людей, их имущество спасти, помочь, вытащить и так далее. Это и Александра Сапоженкова касается, и действительно глав районов, и главы вообще Читинского района, который тоже был везде на месте, и за ним можно было последить. И мы тут немного дискутировали на тему того, где был и где не был губернатор. Но губернатор – это такой собирательный вообще-то образ региональной исполнительной власти. Здесь речь, скорее всего, не о губернаторе, а о том, как это на краевом уровне организовано. Потому что сейчас я сразу скажу, что раньше там был или очевидный чиновник, который за это отвечал, то есть во времена Гениатулина, во времена Ждановой это был первый зам, во времена Константина Ильковского это был руководитель администрации губернатора, который был в КЧС там, да. А потом был генерал-лейтенант Гурулев, который везде был во всех точках, бегал, если бы он был сейчас, всем очевидно, ну это такой как бы немножечко мем, но с точки зрения реальности это не мем, это конкретный человек, о который всех бы там шумел, пенал и так далее. А кто сейчас, не очень понятно, потому что губернатор, понятно, лично там не будет каждую дамбу отсыпать. А кто координатор этой работы? Я видел фотографии с совещания, где сидит первый заместитель представителя правительства Кефер, где сидит зам постройки Петров и где сидит зам губернатора, а не председателя правительства Костенко. И как бы по картинке не очень понятно, кто там главный-то вообще и кому идти за комментариями на краевом уровне. Непонятно, да, но на уровне города, я не отследила эту связку вот этой краевой комиссии и городской, но на уровне города, честно, может быть это, конечно, прям как-то эмоционально сейчас будет, но я, наверное, впервые за весь свой опыт работы здесь, в ЧТе, увидела реальную координацию, ну то есть вот они реально все вместе скоординировались и работали, потому что, ну, мы отрабатывали там и пожары, то есть все равно с какими-то катаклизмами сталкивались, и никогда не было этого ощущения, что есть какая-то договоренность, координация, что все распределились и забрали свои зоны ответственности и там работают. Вот в этот раз так было, и может быть это тоже в том числе сказалось на качестве отработки вот этого наводнения и скорее всего частично какие-то возможные участки спасло от подтопления. Да, я здесь добавлю к своим тезисам, мы когда говорим, что мы не понимаем, как это происходит на краевом уровне, это связано скорее с отсутствием должного количества комментариев там в том числе, да, потому что на уровне там города Читы, на уровне Читинского района и на уровне даже администрации районов все было для нас, по крайней мере для журналистов достаточно прозрачно. Было понятно, кому звонить, они всегда брали трубки, они всегда говорили, они всегда помогали, и если нам нужно было там где-то сесть на лодку, то одни нас не пускали, другие подключались к этому и нас пускали. Вот, и это была работа с говорящими людьми, которые даже когда заняты, понимают, почему важно, ну или может быть они интуитивно понимают, почему важно это журналистам говорить. Я хочу отметить, что не сразу так было. Ну, во-первых, с губернаторской прислужбой, с прислужбой правительства у нас вообще отдельная история происходит, с прислужбой города и районов тоже сначала был небольшой ступор, то есть они все по инерции начали отправлять свои прислужбы. Прислужбы, конечно, приятно удивили, они оказались не деревянными, а очень активными, но в процессе мне очень понравилось, как главы районов все-таки перешились и начали давать комментарии. Это было необычно. Это было необычно, и это было очень приятно, потому что здесь нужно понимать очевидные вещи, вы даете комментарии не СМИ как таковым, вы даете комментарии людям. Вы рассказываете им через СМИ. Вы рассказываете им, что происходит, и даете им какое-то, не знаю, спокойствие, они будут знать, что вы туда приедете, там вы отсыпаете, тут вы копаете, ну то есть это же важно. Да, ну и я тоже могу сравнить 18-й год с 22-м, в части информации в этот раз было, конечно, гораздо проще, потому что было понятно, куда идти за комментариями, люди давали комментарии, и это позволяло формировать картинку, которую потом видели люди. Вот, они ее видели через нашу ленту, через наш телеграмм, они сами в этом принимали участие, и чаще всего страшно, максимально страшно, когда ничего не понятно, вот, ну а здесь было более-менее ясно, что вода полилась по трассе Амур, ее закрыли, вот эти вот кооперативы затоплены, там есть диверсанты, которые спасают людей, там есть МЧС, которые спасают людей, вот, здесь мост перекрыт на Комсомольской, но набережная не залита водой, там, да, лозо перекрыто, ну, понятно, там, то, что происходит на Шубзаводской, на Пугачевой, это отдельная история, но тем не менее тоже понятно, что там есть все службы, и примерно понятна ситуация, которая там происходит, и все, весь город следит за этим уровнем воды, да, когда его все считают, там, все эти вешки, и они все в СМИ, и они все в Телеграме, и они все в социальных сетях, и все вместе это понимают, и я когда, каждый вечер я тоже, видимо, по инерции ездил на этот мост на Комсомольской, и там это видное единение, когда люди все стоят и обсуждают, вот, незнакомые люди, они говорят, слушай, ну, чего ушла там, да, вот там видно, что вроде бы ушла, там, а в предыдущий день они, вот, она растет, и все там, и вот это вот напряжение вечера пятницы, 29-го, я туда приехала в полдвенадцатого, я это еще запомнил, потому что у меня был день рождения, я туда приехала в полдвенадцатого ночи, я говорю, это вот цепочка людей, напряжение, растет или не растет, вот, и я утром проснулся и ждал первое видео, твое, по-моему, в Телеграм-канале Читару, было видно, что точно не выросло, по крайней мере, резко, и в этот момент можно было немножечко как будто выдохнуть. Да, это было очень важно, но я еще хочу отметить, у меня, конечно, какой-то прям период любви к Александру Сапожникову. Запомните этот момент. Ну да, но честно, мне было удивительно, приятно слушать его довольно внятный комментарий, так, сейчас это надо будет удалить, потому что это неправильно, в общем, Александр Сапожников дал очень конкретный комментарий, и было понятно, что часам к трем у них уже точно был какой-то план. Часам к трем какого дня? Часам к трем 29-го числа, то есть еще до того момента, когда пока Читинка уже резко к ночи не поднялась, и там не стоял весь город, у властей уже точно был какой-то план действий. То есть они уже точно понимали, что надо резко ехать, укреплять остров, иначе там будет повторение 2018 года. они примерно понимали, какой будет уровень воды, и даже, видимо, на фоне вот всех этих переживаний какой-то сотрудник МЧС потом очень сильно пересчитал, вот. Но было видно, что они реально понимают, что надо делать. Это очень круто. Меня это, правда, очень сильно удивило и успокоило даже, наверное. Я еще здесь немножечко добавлю, но, может быть, немножечко к специфике нашей работы в этом году еще все было пояснее, потому что много летающих средств. Люди поднимают коптеры, мы там где-то поднимаем коптеры. Под конец начали люди на самолетах летать, и было видно, что вообще происходит. Я уже вчера пролетел над руслом Читинки там, да. То есть это тоже как бы делает ситуацию чуть более ясной. Тоже сложной, но чуть более ясной. И это влияние как бы, ну, условно, технологий на происходящее, да. И информация, конечно, течет гораздо быстрее. Я уж точно это могу сравнить с 2018 годом. В этом году, вот в субботу, я уже там не занимался основной работой, разгребал поток того, что летит администратор и телеграм-канал, а это просто сотни людей, которые отовсюду вообще шлют, опубликуете, чтобы все увидели. Я видел спор в комментариях, когда какие-то люди спрашивают, а зачем вот люди фотографируют и снимают? Да просто. Это вот для того, чтобы там, для того, во-первых, чтобы было в телефоне, во-вторых, для того, чтобы показать там кому-то там, да, отправить где-то. Это еще очень важная хроника для того, чтобы когда в следующий раз будет наводнение, оно точно будет, потому что это природный цикл. Мы понимали, что сделано, а что не сделано. Потому что по итогам 2018 года, даже вот сейчас я подбиваю информацию, я понимаю, что в 2018 году ее правда очень не хватало. В том числе благодаря, ну, там каким-то средствам, которые летают над городом, коптером, самолетом и так далее. То есть сейчас эту картинку гораздо сложнее подбить. Но вот благодаря 2022 году и тому, как отработали и власти, и журналисты, и сами люди, которые очень активно присылали, нам будет гораздо проще отследить вот уровень подготовки властей к следующему году и вообще отследить, показать, может быть, какие-то проблемные места. Потому что, ну, явно это не только остров. И явно это не только единственная вот эта вот дамба, которая пока что не дает набережной затонуть. Там много достаточно таких важных и концептуальных в том числе проблем, начиная с того, зачем вообще свое время давали строить в пойме дачные кооперативы, зачем продолжают выдавать разрешение на эту стройку, в том числе, по-моему, в некоторых местах это в рамках каких-то государственных программ продолжается выдача этих участков. Это один вопрос. Второй вопрос, что с этим мостом на Комсомольске, если его второй раз уже чуть-чуть не залило, может, его пора поднимать, делать новый мост. В-третьих, это та самая дамба, которую надо, наверное, все-таки продолжать. Если продолжать, то какие-то должны быть деньги. Не знаю, можно вспомнить кооператив «Шишки на остров». Вот его залило в 2018 году. Его же после 2018 года еще два раза топило. Там уже построили какие-то мосты. И это тоже вызывает вопросы, может, там критично надо менять как-то эту инфраструктуру. И как там есть эта поговорка «мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». Люди же продолжают там строиться. Я просто знаю людей даже по этой истории, которых залило в 2018 году. Они на том же участке просто этот дом приподняли. У нас где-то было видео, где стоит на постаменте такая штука, в которой что-то готовить. И люди там готовят мясо. И видно, что они уже просто приготовились к этому. Что у них просто все поднято. И эти выводы, конечно, логично делать. Понимаешь, что все не сделаешь, всего не предугадаешь. Все не предупредишь, но что-то можно точно сделать. Слушай, Гурулев же об этом и говорил, что перестаньте выдавать землю под жилищное строительство. Но это ладно. Мы, допустим, решим сейчас вопрос с тем, чтобы не выдавать все-таки людям землю в поймах рек. В старых руслах, если грубо говоря, рек, куда они разливаясь возвращаются. Но что мы будем делать с теми, кто уже построился? Мы же их не переселим. Это частное строительство, это узаконенное. Это не всегда подкомпенсационные какие-то вещи, что не все смогут рассчитывать на компенсацию. То есть мы с ними-то что будем делать? Но это вообще нерешаемая на самом деле в современной чете проблема. Это хорошо видно, когда смотришь на фотографии с коптера и когда летишь на самолете просто вдоль четинки. То есть вот в сторону от каштака туда уходит. Это просто море домов. И надо даже не пытаться придумать вообще. Ну может быть надо, но я не могу себе представить, что там нужно сделать. Ну как не надо? Надо, конечно. Это вот мы с тобой стояли в лесу и говорили про историю Романа Куркина. Это ценность человеческой жизни. Причем, ты понимаешь, гораздо проще предупредить, чем рекридировать каждый раз и испытывать на себе все эти последствия стихии. То есть, скорее всего, это большие деньги. Но я не думаю, что опять же, если не создать какую-то коллаборацию, вот эту пресловутую координацию, вместе с жителями продумать этот момент. Потому что они же находят деньги, чтобы скинуться и привезти КамАЗы. Нет, я к тому, что переносить это совершенно бесполезно. Переносить точно бесполезно. Но договориться с жителями и сказать, ребята, давайте там, не знаю, 50 на 50 или 40 на 60. Или мы хотя бы вам просто расскажем, как это правильно делать. Возможно. Но я думаю, что, коли уж нельзя переносить, а это совершенно очевидно не перенесешь, значит, нужно заниматься на другом уровне берега укрепительными работами, искать на это какие-то деньги, изыскивать какие-то инженерные решения, более активно заниматься углублением русла той же самой Читинки. Потому что, по большому счету, речь идет именно о Читинке. То есть, Ингода в этом году не дала такого количества проблем, хотя что-то там в Атамановке подтопило. Чепиха Атамановка. Да, но Читинка вот в части этой поймы, которая начинается там от шишки на остров там, да, и заканчивается, ну, около Устье, ну, это огромная проблема комплексная, которую отчасти решили, но, видимо, нужно продолжать этим заниматься. И про это тоже в 2018 году очень много говорили. Что-то сделали, что-то не сделали. Но мы можем много здесь, наверное, с тобой говорить. Мы пока остановимся на том, что мы уже сказали. И, ну, такое, это не обещание, наверное, там, да, это совершенно очевидно будет сделана работа какая-то нами, журналистская работа по подведению итогов этого наводнения. Мы будем брать достаточное количество комментариев, но и посмотрим, что было сделано после 2018 года, проанализируем как-то эту работу. Но в целом давайте отдельно отметим этот опыт, когда власть муниципальная, по крайней мере, оказывается где-то там в одной лодке, в прямом смысле слова, с людьми там, да, и даже если где-то там не хватает навыков, технологий, денег, может быть, оборудования, но зато хватает желания помогать людям. И приятно смотреть, когда чиновники там, пускай они все, но отдельно взятые, пашут вместе с МЧСниками где-то там по пояс в воде, вот, с диверсантами, там, с добровольцами, с журналистами, с обычными людьми, это, конечно, очень круто, и это очень редкая история, и, ну, я не знаю, мне приятно об этом говорить, мы обычно здесь вредколлегии в основном критикуем, да, но в этот раз как-то позитив есть в этом, несмотря на ужас происходящего, потому что это ужас, безусловно, для людей особенно, у которых все утонуло, вот, и ужасно, особенно от того, что это в черте города вообще происходит. Да, я еще бы хотела отметить, помимо, раз уж мы так прям очень хорошо отзываемся о работе районных администраций, я еще хотела отметить такую вещь, которую мы подметили во время вот этих двух дней работы, главы администрации и их заместители очень легко делились своими номерами с местными жителями, потому что периодически даже они нам подсказывали, кому нужно позвонить, и давали их сотовые номера. Это тоже очень круто. Удивительная просто история. Мы тему не закрываем, безусловно, мы ее только начали, за ней можно следить на нашем сайте и подписывайтесь на наш телеграм-канал. В любой чрезвычайной ситуации, по-моему, телега становится таким основным источником, потоком информации. Она заменила, да, она заменила нам, наверное, в репортаже три точно. Да, потому что в телеграме нет никаких ограничений, потому что в том же ВКонтакте для меня еще несколько лет назад было удивлением, что там ограниченное количество постов, которые можно выложить в сутки. А если смотреть на поток информации, то телеграм для этого максимально заточен, и я думаю, что и потреблять информацию там где-то поудобнее. Хотя структурирована она максимально хорошо на сайте, конечно. Кира, спасибо за работу и за редколлегию, за то, что мы сегодня обсудили. Ну, а нам всем умеренных дождей и хорошего солнца на прекрасном забайкальском небе. А тем, кто пострадал в наводнении, дай бог, чтобы, ну, и где-то и помощь вовремя где-то пришла, наверное, да, и чтобы ситуация все-таки менялась, и ваши дома, если остаются там, где эти места топят, чтобы, ну, их, возможно, не топило в будущем. Спасибо, до свидания. До свидания.